автопикап да да я это имел ввиду а вы что думали вот нужно было троу флейм учить однозначно нужно было есть уровень отлично так маны есть разбираем их а можно даже вручную почему бы и нет вообще в этой игре система прокачки она зависит от того куда вы перераспределяете опыт то есть у вас есть универсальный опыт который вы получаете за убийство монстров и только за убийство монстров но это например в отличие от того же пиларсов эдернити которые там делают об сиден ты сейчас и в нем такая система что вы опыта за бой вообще не получаете только за квесты но а здесь соответственно опыт который вы получаете он идет не только на повышение уровня но он распределяется вот этим процентом между разными навыками там файтинг например это умение драться она повышает наш хитпоинт и ну немножко наши физические качества там типа попадание урона насколько я помню fire magic и конжурейшн соответственно магические навыки у меня сейчас распределены по 33 процента то есть треть опыта сюда треть туда и 3 сюда как ты относишься сам спрашивает пикатрон к тому что вес убрали а отношусь я к этому хорошо потому что на самом деле это излишне бессмыслица то есть как бы она хардкор не добавляет как бы глубины геймплея не делает и просто раздражает на самом деле вот с очень многие такие правильные вещи сделали я помню старых стримах когда-то давно когда дайс был молодым джон кролл тоже не был таким старым то я рассуждал на тему того что нужна ли нет еда в том виде котором она тогда была я приходил к выводу о том что еда очень часто в рогаликах она является просто искусственным ограничением которое не дает по факту какого-то серьезного геймплейного интересного выбора и каких-то геймплейных возможностей которые бы действительно влияли на игру положительно то есть которые бы заставляли игрока чем-то думать все это вносит в основном только раздражение и ненужный микроменеджмент соответственно с едой очень полезные по моему прощение сделали вот в этой игре в джон кролле сравнивая даже с предыдущими версиями которые не так давно были регулярно что-нибудь с ней делают во первых там раньше были такие виды еды которые плохо усваивались то есть такая вот как грубое мясо которое есть могли только определенные виды существ то есть там огры какие-нибудь кобальты у графом нету кобальты я имел ввиду да вот при этом все это очень сильно раздражало то что мешало как бы получить доступ к еде и ввели немножко другую систему съесть можно любой абсолютно кусок мяса но те которые плохие плохо усваиваются они могут на некоторое время лишить вас возможности питаться все и некоторое время будете чувствовать тошноту и не сможете больше есть если вы голодные съедите плохое мясо возможно вы еще больше голодать начнете это тоже раздражало в итоге все это вырезали к чертям помню сделали правильно казуалился да я как бы этого не скрываю на самом деле со временем когда ты становишься более опытным ты понимаешь что казуаливание не всегда плохо казуаливание новыми временами везет к тому что игра становится лучшим и это может звучать парадоксально для людей которые привыкли к максималистским утверждениям про хардкор и то что в игре должно быть как можно больше всяких разных сложностей но вот например я очень часто слышу такие вещи когда например в какой-нибудь игре интерфейс делают проще удобней что я казуалили как же жить я помню были времена я играл и в онлайн но вы можете называть эту игру уныние онлайн и вы не прогадаете это будет стопроцентно точным названием того о чем идет речь так вот когда я играл в уныние онлайн то там все с интерфейсом было настолько плохо играл я в 97 году начал в 2007 на 10 лет ошибся молодец вообще хорошо так промахнулся вот и в 2007 году игрушки тогда было ну около лет пяти только вот она была еще молода довольно таки и там было очень много недостатков разработчики которые начали делать они очень многие были таким вот начинающими любителями непрофессиональными программистами кто-то студентами и они постепенно как раз именно своем вот этом чуть ли не самом первом проекте набирались различных навыков точно также гейм-дизайнеры дизайнер интерфейс которых там я так думаю просто не было поначалу ну и как бы некоторые люди на это жаловались очень сильно например я вот и там со знакомыми там им петиции писали списки составляли того что и как можно улучшить быстро реальная часть из этого в течение многих лет в итоге была реализована но когда мы составляли вот эти вот обращения к разработчикам и обсуждали их на форуме очень многие люди находились которые утверждали что типа все аксуаливания и не нужно нам никакого вот этого удобства что как же так в моей уютненькой еве теперь можно будет не прожимать там кучу кнопок и изворачиваться выкручивая пальцы в приступе вот нормально пользоваться удобным интерфейсом потому что люди чувствовали свою элитарность и она элитарность очень во многом зависела от того что они могут делать с неудобной кривой игрой то что другие люди которые так у него приходят они делать не могут просто потому что ну реально для человека который только со всем этим начинает знакомиться все это крайне странно сложно и неудобно выглядит вот и поэтому очень часто люди которые смотрят на какие-то игры там говорят интерфейс неудобно им они дым чего казуалы вам все тут типа не нравится все правильно все классного зато типа страданий хардкор как должно быть но это естественно не хардкор совершенно и точно также различные мелочи которые влияют на исключительно раздражение игрока но не дает геймплейной глубины они тоже очень часто совершенно не нужны вертис говорит все он что ли нашел теперь хардкора в реале хватает то нет ну почему обязательно это должно зависеть исключительно от тян в принципе с возрастом говорю когда ты становишься более опытным когда ты знакомишься с большим количеством игр когда ты понимаешь что что тебе например как подростку лет там 15 было непонятно когда тебе хотелось крутую игру но ты не знал что такое крутая игра поэтому тебе хотелось чтобы там было всего побольше да понаворочений вот я был таким подростком типичным самым что у меня есть который хотел крутой игрушки в которых бы реализовывалась куча фич но вы знаете как там это эльфы в лесу там караваны караванят грабители грабят нагибают все как в общем любят люди вот такой вот я же собственно не был я прекрасно вижу как с опытом с тем как я в общем-то с годами знакомился с разными играми к с готовым знакомился с геймдизайна вообще с тем как собственно с разработкой игровой я понимаю что очень многие вещи которые кажется людям казуале у него на самом деле на пользу идут однозначно верится горит чую я на год тебя старше ну серьезно вот поэтому например я играю в рогалики которые большинство людей играть не будет но жанр очень специфичный он действительно крайне странный неудобный хардкорный это я могу оценить даже например в рамках жанра что джон крол он заметно лучше потому что здесь очень продумано многие вещи и для человека который только начинает играть если вы хотите познакомиться например с жанром джон кролл это один из лучших вариантов ну что здесь вас не кидают сразу в пучину как бы где вам нужно знать все и сразу а где вы начинаете с набора каких-то таких элементарных вещей вроде того что вы банально там деретесь с помощью одного заклинания или вы просто тыкаете нам противника одной кнопкой и потихоньку знакомитесь с различными механиками там находите предметы какие-то которые какие-то дополнительные возможности дают книги которые дают вам новые заклинания какие-то алтари которые позволяют вам выучить присоединиться к какому-то божеству кстати говоря про алтари вот где у нас там храм темпл находится с 4 по 7 уровень а я сейчас только на четвертом уровне я счету болтаю слишком много сколько мне мне 28 так такая игра есть куча и фич называется садированный с карим флаут обла с карим флаут обла садированный ничего не понял вообще честно признаюсь о чем речь ведет у нас тут тимофан во всяких пандемониумах и ответвлениях ада данжен крол превращается в настоящий рогалик где надо думать это да тому как у вас вот это вот рогаликовская тенденция заставлять человека страдать она постепенно появляется она здесь есть и никуда не дели я например на днях взглянул в айбис и я понял что я очень сильно ошибся что туда заглянул там такого хардкору завезли просто ух так нужно срочно наступать потому что мы сейчас попадаем текущую в очень сложную ситуацию я даже замолчал заметили да даже музыка замолчала перед тем как в общем-то я тоже замолчал ситуация реально опасная потому что здесь есть два очень таких неприятных персонажем один из которых маг в инвизии я не могу его атаковать магией потому что я просто тупо не знаю куда стрелять да и радиус у меня стрельбы маленький а второй это прист который может атаковать заклинаниями без линии видимости прямой то есть то когда у него там даже перекрыто другими какими-то орками видимость на меня он может прямо по мне лупить и при этом он игнорирует все резисты он бьет таким вот true уроном как бы пробивающим все любую защиту да ригун горит ты не знаешь такой хардкор хардкор это текстовые квесты где надо писать команды руками в консоли я помню играл в модем моды такие мамошки очень очень старые которые имели текстовый интерфейс и которые при этом игрались ну просто там терминальным клиентом подключаешься через телнет например куда ты вводишь текстом что ты делаешь себе пишут там то 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 там происходит текстом описывают где ты находишься что происходит ты пишешь в ответ что ты делаешь команду и вот в таком виде проходила вся игра и вот в такой играл действительно сих пор живо мады существуют ну конечно к сожалению аудитории у них далеко не так как когда она когда-то была там на эпохе начале эпохи зарождения интернета но я понимаю что такое текстовый квестер и гун прекрасным из-за того что убрали замерзание зелья и сжигание свитков пандемониум упростился в плане тактики как и от собственном но может быть да тут я бы согласился конечно стоп а а а а так наш язык пламя не ударяет что-то но что-то пытается при этом ударить и меня я это что-то убиваю это что-то оказалось уроком волшебникам но мы знали об этом конечно же как бы не новость а текстовые квесты из космических рейнджеров 2 можно назвать мадами не текстовые квесты из космических рейнджеров это немножко другое это другой жанр это знаете как типа чем похож на визуал новеллы наверное только без визуальной части собственно говоря то есть когда у вас есть набор каких-то вариантов ответа действий и вам не нужно там команды какие-то произвольные писать для того чтобы перемещаться по более-менее свободному миру а когда у вас есть действительно квест такой который упрощен до управления через диалог вот через диалоговый такой интерфейс в виде выбора ответа но космические рейнджеры и их текстовый квест это круто это пожалуй наверное гениальнейшая задумка которая позволяет создать атмосферу реально космического приключения космические рейнджеры это та же самая элита только в 2d когда вы путешествуете по огромному космосу торгуете сражаетесь но они добавили то чего в лите например в то же не было реальные космические приключения как каких-нибудь таких вот фантастических рассказах типа там и серии там королевы солнца помнил читал очень интересную фантастику в которой рассказывалось про приключения космического корабля который банально зарабатывал тем что они исследовали новые солнечные системы планеты в них и то что находили они все это продавали вот офигенная атмосфера действительно такого реального приключения в котором происходит постоянно что-то необычное новое интересное где вот такой вот тип приключений очень сложно передать в виде игры потому что это требует огромных ресурсов для того чтобы создавать там вот все эти декорации персонажей там анимацию графику но текстовые квесты позволяют создать всю эту атмосферу в вашем воображении и космические рейнджеры просто на голову можно сказать перешагнули любую элиту за счет вот этой вот штуки дайс стики флейм лучший скилл из книги после фейербола также выводит из инвиза врагов о вот это кстати да надо попробовать стики флейм я к сожалению не знаю вы запомните меня не хватает немножко кое-чего это чего называется очки запоминания нужно все таки наверно спел кастинг назад рубить даже поставить фокус кстати о текстовых квестах признавайся ты играл возвращение квантового кота нет про квантовых котов я вообще ничего не знаю я только помню замечательный сериал квантовый скачок который показывали когда-то в детстве моем тоже но он был офиген этот один из тех наверное крутых сериалов которые вроде бы типа как должны быть научно-фантастическими но он ни разу не научно-фантастический скорее такая драма с очень большим разнообразием сюжетов историй и просто про людей про жизнь взаимоотношения вообще вот отличная вещь может присмотреть а то давно это было косморейнджер даже простые задания описаны довольно неплохо пусть и со стёбом но он стёб довольно неплохой да 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 там вообще на самом деле юмора много этот пример того когда юмор он в тему он сделан очень качественно очень многих играх бывает так что юмор впихивают так что он не к силу ни городу но вот например тот же самый dungeons of dreadmore тут рогали круги лайк игра коммерческая которая стиме есть но я вообще довольно скептически отношусь к рогаликом в стиме потому что они сделаны по типу таких инди кузуалок потому как это не рогалики кузуалки реально получаются но дредмор он плохо еще тем что вся стилистика вся атмосфера напрочь убита в хлам просто тем что какой-то трешачок на уровне клоунады происходит постоянно и вот там не юмор действительно когда в космических рейнджерах там действительно я постоянно повторяю это слово паразит надо потихонечку себя останавливать но в космических рейнджерах это было очень органичной частью мира то есть это просто был мир такой слегка истерический юморический который был приятно играть привет брим так не смотрел он хорошо закончился игре диабло там еще был напарник который ему объяснял кто он и где о я очень плохо помню конец но конец по моему он остался открытым каким-то таким не очень хорошим насколько я помню региус стелс видел может быть видел но не помню уже значит видел плохо не надо дредмор он убог да конечно дредмор убог я поэтому говорю что естественно вот играть не буду я просто объясняю про то на примерах что я думаю о юморе в играх вот есть игры в которых либо юмор является основой игры где в общем-то без него невозможно где сама игра сам по себе подразумевает что-то игра просто такая вот комедийная тут мы напарываемся на очень опасного противника на телебарду возьмем и забиваем с одного удара чем опасность черта то что у него иммун к фаеру насколько я помню да у него ему фаеру и соответственно мы его нашими многими заклинаниями никак не заковыряем с другой стороны можем взять вот такую штуку алибарду нашу и с одного удара его ваншотнуть и фил стронгер наша горгулия стронг можно ли ждать том исполнении пэнкиллер black edition нет я в шутер не играю единственный наверное такой полушутер полуэкшен который я с стрим играл это был эллинс версус предатель 3 2 конечно же второй такой классический самые лучшие серии как я его в детстве помню как в детстве юношки наверное уже до дыр заигрывал просто потому что игрушка офигенно она даже на сейчас на сегодняшний день смотрится очень хорошо про там я фейлил постоянно с тем что плутал в коридорах по три часа вот по этой тоже причине наверное шутера не стоит да и сыграть ой какой там финал был а там был когда я играл за чужого финал против хищника на блок хищника убивать и я его просто не мог никак у меня ваншотл вот хорошие игры чем хороши они оставляют прекрасные воспоминания и вы хотите их пройти заново и не важно все остальное какие там геймплейные составляющие насколько там сюжет хорошая графика все это чушь полная оценивать игры стоит именно с точки зрения своих ощущений они позволяют наиболее объективно наиболее субъективно передать то что действительно вам и нужно вот а нужно то что нужно понять для себя что вам нравится я тут напомнил а напомнить решил о чем обещал пройти в этом году home world на стриме обязательно говорил да и дриммер пишет а в этом ли году я обещал его пройти обязательно я просто обещал что обязательно его пройду вот home world конечно отличная игра я замечать постоянно ностальгии придаюсь а вот именно поэтому я сегодня стрим почти что начал с того что начал рассуждать на тему того какие игры современные есть интересные которые можно поиграть что из современных игр действительно интересные есть очень но я вот сейчас ловлю на мысли что мне вообще играть него что не охота даже джен кролл наверное местами не охота хотя все таки в него меньше всего не охота так вот когда я сейчас начал говорить про что это начал говорить вообще а про home world да было замечательное время когда мониторы были выпуклыми и компьютеры были медленными и вот еще они были маленькими эти мониторы зараза маленькие выпуклые монитором что с ними было не так они постоянно смотрели на себя своим одним маленьким выпуклым глазом но не в этом речь дело в том что как раз в те годы двухтысячные начало двухтысячных годов было ли какой год выпуска home world а давайте-ка я вспомню сейчас опять что-нибудь на говорю не то home world в девяносто девятом году да как раз в девятом году был издан home world и вот я в те времена на огромном по тем меркам 17-дюймовом мониторе наслаждался этим просто шедевральном произведением искусством он сопровождался эпичным саундтреком и видами бескрайний космос красивый невероятно красивый по тем временам космос в общем ощущения создавались такие от которых челюсть падла реально а и особенности какой там сюжет был даже за душу брал слезы наворачивались вся эта история про разрушенную планету изгнанный народ про то как они там сражались и наконец пришли свой родной мир это да это стоит того чтобы это постримить кстати говоря вы в курсе что например гирбоксы сейчас занимаются тем что создают ремейк home world с hd текстурками hd модельками хорошим full hd разрешением и прочими замечательными радостями от которых каждый школьник должен писать восторгом от восторга точнее вот а я же как же я же тот самый типичный школьник который просто кипятком сыт от любого графона с удовольствием играет вскоре мы майнкрафт нет майнкрафт я не играю там графон фиговый квадратный слишком вот поэтому жду не дождусь ремейк это будет классно хотя наверное ждать его будет долго придется и и возможно в итоге я буду проходить без графонии вертис горит о привет вертис что может пройти home world катаклизм на стрим но меня никто не смотрит но чего могу сказать люди смотрите веритаса молодец проходит классные игры вон home world катаклизм предлагает хотя я бы на его месте прошел бы оригинальный home world оригинальный home world он но как-то все-таки надо как-то с начала истории проходить начало истории там сушки ну где вихумет вихумет это единственные ну не единственное еще и роду мнула не нашли мы кого здесь нету как так игра не тролли меня пожалуйста нет снегами магнус не был на грани гуфа вообще такой стойкий горгулий интересно как горгулий имеет смысл его в мужском роде произносить но неважно кончился вихумет да кончился не завезли а новый завоз будет только на следующей неделе знаете что это значит это значит что у меня очень не скоро будут новые заклинания от вихумета они позарез как нужны и вихумет полегче ты куда спрятался зараза по-моему просто играет со мной горгулий вообще имена не признает а как же он тогда стал магнусом если они признают имена что-то здесь не ладно что здесь не вяжется так сходил на стрим резин fr за бланескейпом если кому-то еще интересно говорит вот зон вот линк он давайте открою тогда себе где-нибудь во вкладочке чтобы потом посмотреть линк 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 твич тв надеюсь он воды о воды держит на твиче февраль-септембрь-октябрь он почему я не видел то он еще в январе начала все проходить или феврале по крайней мере да путаю я все это другие воды от февраля самые первые от сентября 24 то есть недавно и того за 14 стримов но неплохо с учетом того что там некоторые по пять часов у меня нормально на самом деле самое то ладно оставлю может гляну знаешь этих ребят нет не знаю что за ребята а этих то этих 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 счет знакомые очень но к сожалению припомнить не могу там горгули какие-то изображены разные мультяшные диснейском стиле хорлд конечно классная игра и дает риммера он будет в следующем году я это гарантирую но не в новый год а это цитата моя вон чем гарантирую вы знаете же как депутаты как другие политики то есть все не гарантирую а завтра ну вы же помните недавно тут была тема насчет сайта нового и в ней было видео с губернатором который про дороги рассказывал что вот дорога будет обязательно там к такому-то сентября 29 сделаем все будет приходит 29 дороги нету журналисты говорят но вот вы обещали как обещал кто вам обещал никто вам не обещал мы же должны были к 11 октября сделать все строго по плану обещали сделаем 11 октября чего вы от меня хотите вообще что вы пристали с этой дорогой как хочу вам дорога что что вы меня довести хотели решили вот и все вот такая реакция она по моему очень типична для любого политика и я заметил очень внимательно ролик просмотрел надо учиться у серьезных людей поэтому какой хум ворлд в конце концов что ко мне пристали будет вам в хум ворлд вот еще не закончился еще сколько у нас месяцев там ноябрь декабрь впереди ждите вот так вот как писать адрес на инглише чтобы в почте россии доставили писать так чтобы это было скорее на транслите просто так чтобы на почте россии то есть пиши так как пишется адреса в россии но латинскими буквами вот это самый лучший наверное совет потому как так или иначе этот адрес нигде не будут использовать кроме нашей почты естественно зарубежная почта будет лишь передавать на нашу а на сам адрес смотреть не будет вот а в целом как не напиши так или иначе ничего не напутают вот у меня почта очень любит путать мою фамилию я временами вижу такое приходит извещение но приходит все таки извещение каким-то чудом мне и фамилия там совершенно чужая то есть она как бы возможно имеет какие-то общие черты но она исковеркана до неузнаваемости и я тоже не первый раз дэвид риммер говорит спасибо смеялся очень тронул стараюсь ради вас конечно чё ж там окей играет веритас мне еще ни одного счета со стрима не пришло а со стима а вот курва маг напоминает что марта был из его города из липецка надо запомнить потому что когда будет важный какой-то момент нужно будет сказать что в принципе я по сути по стопам великих людей иду вспомним про мэра липецка китайцы неграмотные так срисовывают просто букву горит стерх да не я просто потом вижу посылку на ней распечатано прям латинице нормально все ну просто распечатано реально они там ничего не срисовывали а реально посылка с китая была по моему вот батарейку для ноута я как-то заказывал таким образом она мне приходила из китая как раз причем сама батарейка пришла что не странно гораздо более емкая чем то что я заказал заказал одну у них видимо то ли кончилось то ли еще что прислали другую с большей емкостью в итоге но я-то не против конечно так что халява она всегда приятно возьми в качестве бога ковару пусть артов подкинет а потом можно сменить его на кого-нибудь но так ковару брать за мага это пожалуй последнее дело я вашу лучшую химмет найду правда не знаю когда я не знаю мне бы еще какую-нибудь книжку найти найти что-нибудь на резист поезда тоже бы не помешало на эти свитки прочитаем а то у нас много неизвестных свитков вот например magic mapping есть хорошо что есть еще скролл флунерабилити которая magic резиста понижает не только у нас но и у всех кто вокруг находится очень полезно когда нам нужно магии какой-то жахнуть такое что прям наверняка у горгулей же был иммун к поезду но она же каменная а я забываю что у меня эльф гуфнулся но вот все а я все до сих пор себе питаю тех временах когда у меня эльф был которым нужен был резист значит не я у я у где-то мне должен был сохранить тот эпичный звук я у который издавал паладин из невервинтера офигенный звук очень подходит для каких-нибудь моментов когда нужно выразить свои эмоции ты хочешь сделать максимально ярко хорошие книжки сейчас сложно найти игре трейгун я читаю роберта хайлайна хайлайна то есть но книжки хорошие да тут вопрос что ты хочешь найти потому как вкус то у людей тоже меняются со временем и появление различной такой как часто считают низкосортной литературой она вполне имеет определенную причину что людям это нравится людям это нужно массовая культура ёпта вот нужно конжур флейм заюзать прожарим таракана таракан жареный зараза не хочет заходить второй раз что-то стесняется ты не стесняйся вот прожарили таракашку прям как это любят азиаты делать ну вы же знаете у них там вообще на самом деле с едой очень туго почему например азиаты едят всяких насекомых этому есть очень простое объяснение у них банально жрать нечего им просто приходится питаться чем-то что хоть какую-то белковую ценность имеет поэтому там всякие кузнечики с тараканами то и популярны да на самом деле это так потому что я видел как люди играли в вебтайлах в онлайне и один из успешных игроков который там зачищал всякие зикурат и прочее он был как раз таким файсером который умел кастовать все подряд но при этом носил кое-какую броню и оружие но честно говоря я все-таки предпочел реально такого классического мага до свидания господа они еще блинкаются но только посмотрите на эти морды мерзкие орчи вот уж китай на половину пустыни говорит рейгон слова нет в китайском языке отсутствует надо если суп из младенца это тоже неплохо в китае то в принципе почему бы и нет а так то как бы что плохого стримера материться за аванси его горит кролик здорово кролик до материться очень ужасный человек ой просто даже плашку 18 плюс не поставил но если вещать что мат конечно по факту то не было но ладно вам виднее зритель всегда прав в отличие от многих стримеров которые считают что зрители это определенно какие-то тролли и моральные уродцы уж не иначе которые пытаются расшатать его нервы и подорвать здоровье я в принципе считаю что зритель действительно всегда прав и нужно соглашаться с тем что он хочет тебя забанить вот давайте вперед ребят я не против классический маг это хорошо говорит клеск но если пойдешь на 15 рун придется скачать щиты дольше броню но в этом есть зерно рациональное безусловно так у эдмунда какие резисты он просто выглядит опасным у него никаких резистов давай готовенько эдмунда убили следующий так свободная касса хотя наоборот это их как бы подают не нам кричать в их сторону свободная касса святая плюс 4 цепь с 13 урона ну это по моему неплохо я пожалуй возьму надо конечно потренировать немного навыки ближнего боя но с другой стороны зачем вот пикатрон говорит какой суп в смысле какой суп с камнями ты о чем вообще все как ты любишь смотрел как-то игру тенгу берсерка вебтайла 85 эвэйжен и 50 армар класса качал бы стики флейм уже а можно выключить спелл кастинг до адекватного шанса фэрбола лан давайте фэрбол нам действительно нужен фэрбол у нас от каких заклинаний зависит от каких школ конжерейшн и флейм вот спелл кастинг врубаем до 6 файсинга дойдем после этого мы переключимся на какой-нибудь армор тренинг но акавару нет господа акавару по моему это плохо потому что акавару если мы его будем от него отказываться то это значит что нам нужно будет иметь дело с титанами циклопами и прочей тварью там которое настолько ужасно что я вряд ли это осилю на этом уровне а провести большую часть игры без заклинаний но это по моему смертельная идея я так не протяну конечно долго на самом деле вихумет нужен для чего во первых вихумет получает позволяет точнее говоря назад получать ману когда вы кого-то убиваете то есть вы берете используете какое-то массовое заклинание фаербол там или огненный шторм и вы используя дорогое заклинание возвращаете часть затрат за счет того что кто-то умрет от него это очень важно потому что мана менеджмент для мага это жизненная фишка это то без чего вообще в принципе собственно маг нормально проходить игру не может далее вихумет улучшает силу наших заклинаний по-моему или что он там делает вот нужно этот вопрос проработать получше потому что что-то я плохо помню что он там с заклинаниями делает но кроме этого он дает нам знания магии он дает нам большинство необходимых разрушающих заклинаний которые мы без этого возможно либо найдем слишком поздно и к этому времени уже сдохнем просто не дойдем до того места как найдем заклинания либо мы его просто вообще не найдем так что вихумет очень нужен дай за по хардкору бери трогая ну да одна книжка есть уже есть что сожрать и сжечь то есть конечно же уменьшит шанс провала заклинаний на 33 процента да я сейчас вот качаю как раз школы conjuration fire magic это поможет мне шанс провала снизить к черту ковару но почему же ты хотя бы на время не взял сифмуну но сифмуна на самом деле добрая от нее особых минусов насколько я помню когда мы от нее отказываемся нету понятно вот там был сигмунд если вы не знаете какой такой сигмунд давайте про него прочитаем я пожалуй даже кролли открою вики чтобы не заходить внутрь заново и не смотреть на него вплотную сигмунд зигмунд ну это почти как фрейд и бьет он тем же самым большим и длинным предметом так у него есть такие заклинания как бросок пламени это как у нас конфьюз а не true flame это не этот второго уровня заклинания это до которого у нас не выучено как раз конфьюз с 50 процентным шансом успеха против 12 magic резиста да и дриммер кстати вот молодец вовремя вспоминает как раз перед зигмундом про то что надо было что-нибудь придумать про донат но обещаю будет что-нибудь в этом духе увидите в ближайшее время потому что стримить часто сложно а что была мотивация у меня стриме часто нужно что-то вот такое материальное эх так сифмуну любой мискаст критического пускает а ну да то есть если мы мискаст производим все-таки он по крайней мере самых тяжелых и катастрофических последствий не принесет вот в чем очень важно еще часик постримишь а то я уже прикладываю заброй ночи говорит снегами нет я больше полчаса точно стримить не буду даже надо самому спать завтра на работу все зла кажется что в последних версиях книги попадаются чаще поэтому для мага в последнее время беру усиление для воинских умений говорит айс варлак что прошел намного рун серьезно нет ну я как бы не не троллю не подкалываю а хочется знать насколько это успешно ванну флайсинг ванду в тренинг ванду в паралайзис какая жизнь вообще 30 хитпоинтов окей так ну что давайте господа верьте в дайса я сейчас буду совершать безумие у меня поушина кьюринга есть это конфуза спасет однозначно так скролл фира вряд ли мне чем-то поможет ванды какие-то есть ванду в диггинг есть неизвестный глаз ванда жаль что я не узнал что это такое не проверил но я иду на зигмунда какой-то рисковый парень готово он даже нас поцарапать не успел бедняга зигмунд оказался каким-то очень-очень бедным бомжей зигмунд у которого нет ничего кроме косы банально даже не энчантнутой палочки не завезли и вообще заклинаниями ему тоже что-то видимо не поперло все они ничего сделать не смогли веритас про мага и акавару опять ну да ладно но хватит меня троллить нет я понимаю что шматом это помогает но с другой стороны знаете что еще важно кроме шмата очень важно чтобы маг без заклинаний не остался в середине игры хэ куда он делся че с огром вообще происходит вы видели я сейчас только что убил двух орков а рядом с ними был огр огр там тусовался тусовался а потом решил видимо свалить но и не понял куда я делся а я-то рядом я вот здесь за углом нахожусь эй огр я так не играю вообще че я есть хочу зиму не в форме да очевидно что не в форме давай рейгун тебя тоже пока а крикнуть здесь можно как-нибудь не знаю привлечь внимание ты зараза девятый уровень на котором мы понижаем повышаем интеллект понижаем ну сказано у дайс да тупее однозначно потому что спать нужно я плохо достаточно выспался сегодня все утро был вообще такой полусонный или ногой заряжался так съедим орка и возьмем мугро с собой а это вверх да я видите уже лестницу путаю все я как-то давным-давно когда только начинал проходить данжен кролл и были стримы которые были ну как скажем большей частью обучающие и для меня самого и для зрителей я очень важную вещь высказал что когда вы находитесь в довольно уставшем состоянии когда вы рассеян или расстроены чем-то или просто уже спать хотите не нужно играть дальше в такие игры как данжен кролл не нужно играть в хардкорные игры потому что вы можете потерять все просто из-за вашей банальной глупости и жадности и желания поиграть еще чуть-чуть вот я уже чувствую что какие-то ошибки глупые совершаю вроде того что лестницы путаю там машинально нажимаю это вот машинальное действие может закончиться чем-то очень плохим ну например тем что я банально в какой-нибудь момент наступлю не в ту сторону или к основному что-нибудь не то еще какую-нибудь фигню сделаю и опасный противник этим воспользуется вот здравствуй в смысле лак что лак где что там ты про лакокрасочные изделия хочешь рассказать что лакокрасочные изделия но готова зажаренный огр и сразу же идем на следующий уровень и сразу же идем на следующий уровень